В наше время очень популярны герои вселенных Marvel и DC, но при этом не стоит забывать о наших национальных героях. Наши национальные герои богатыри Эпаса Джангар. Мы знаем, что сильнейшим героем вселенной DC является Супермен, хотя кто-то, наверное, может это оспорить. В любом случае это не так важно. Куда важнее узнать, кто сильнейший герой в Эпасе Джангар. Сегодня мы подробно попытаемся ответить на этот вопрос. Если говорить о Джангаре, о сюжете и характере главных героев, то следует рассматривать в пределах одной версии Эпаса. Немногие знают, что в Камыке семь разных версий Эпаса Джангар, сильно отличающиеся друг от друга, а версию Эпаса Айратов Синьцзяна можно назвать восьмой. В данной статье мы будем опираться на малодербенцовскую версию Кипухутсовского Аймака, версия Эйля-Наула. Летом 1908 года Номто Ачиров записал на айратской письменности 10 глав этой версии из уст великого Эйля-Наула. Следует сказать, что эта версия Джангара наиболее популярна в Камыке. А также мы немного заглядем в Синьцзянскую версию. Итак, кто же самый сильный богатырь? Основные президенты на Титул, Хан Майон Джангар, Алый Хонгар, Савр Тяжелорукий, Весновидец Алтан Циджи, Санал Строгий и Бекэ Мегэн Шихширгэ, отец Алого Хонгара. Начнем, пожалуй, с самого хана, Джангара. Два года он осиротел, но с трех лет с успехом вел войны и побеждал. На третьем году, когда был трехлеткой его коня Ранзал Зерде, впервые поход он отправился. Разрушил врата трех крепостей. Могучего Гульджин Мангас хана себе подчинил. В четыре года подчинил и обратил свою веру Дердинг Шарамангас хана, в пять пятерых злых бесовских ханов, но в этом же возрасте столкнулся с проблемой. Гекэ Мегэн Шихширгэ взял его в плен. К сожалению, подробностей об этом в эпосе нет. Но ясно одно, Джангар не смог победить отца Алого Хонгара Гекэ Мегэн Шихширгэ. Шихширгэ, в свою очередь, пытался убить ребенка, но его собственный сын, Улан Хонгар, не допустил этого. Шесть лет Джангар оседлал Фаранзала по приказу Шихширгэ отправился угнать Табун Алтана Цзэджи. Ясновидец Алтын Чэйджи, конечно же, узнал об этом. Оседлал своего Акса Кулана, погнался за скотокрадом. Выстрелил со своего синего лука шириной в дверь, пронзил лопатку Джангару. Таким образом, Алтын Чэйджи одолел Джангару. Затем Бекэ Мегэн Шихширгэ вступил в бой с ясновидцем. Алтын Чэйджи и его одолел. Джангар до того, как стал ханом, сразился с Саналом Строгим. В синьцзянской версии есть отдельная глава об этом. Санал одолел Джангару. Затем Джангар отправляет Алтана Чэйджи подчинить Санала и ясновидец с успехом выполняет задание. Итак, на первом месте Алтын Чэйджи, на втором Бекэ Мегэн Шихширгэ, Санал Строгий на третьем месте, а Джангар на четвертом. Санал Танны Чэйджи, на первом месте, ещё 물론 был старea, На первом месте, а Джангар Mutter от за Dollars Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пять тысяч удальцов расшвырял Подбежал Маладзагану руки ноги переломал И с грохотом бросил на землю его Из этого эпизода можно сделать вывод Что в Шикширги превосходит своего сына Хонгар Но не стоит забывать Что Шикширги не смог одолеть Ясновидца Алтана Чейджи Таким образом, Алтан Чейджи Обладатель титула Самый сильный богатырь Ну а в силу своего возраста Он не так активен, как Хонгар и Астанли На втором месте Векэмэнгэншэхшэрвэ Затем его сын Улан Хонгар На четвертом месте Савар Тяжелорукий На пятом Санал Строгий На шестом Хан Джангар Но Это никак не умаляет Достоинства Хана Джангара И остальных героев Эбоса Ачир Тирбатай Калмыцкие небылицы Приметы и гадания Три жемчужины Калмыцкого фольклора В одном издании Вышла книга Которая обещает Стать библиографической редкостью Сказка Далунхойрхудл 72 небылицы Рассказ-диалог Кемельхэн Приметы 25-го Позвонка овцы И образец гаданий Далуншинджэ Гаданий по бараней лопатке Представленный В очерке Народного поэта Калмыки Константина Эрендженова Это любимые И уникальные произведения Устного творчества Нашего народа Тексты даны На калмыцком языке И в переводе на русский Самобытные Яркие иллюстрации Ирины Надбитовой Прекрасно передают Удивительный Калмыцкий Традиционный И сказочный мир Книга будет интересна Как взрослым Так и детям И станет прекрасным Подарком каждому Кто интересуется Калмыцким фольклором Первый альбом Для новорожденного На калмыцком языке Мендефт Эн Би Здравствуйте Это я Так жизнерадостно Называется Этот альбом Стильный Современный Дизайн Текст на калмыцком И русском языках А также Информация О калмыцких Обучиях И традициях Связанных с рождением Детей Делают его Уникальным Вы узнаете О составлении Гороскопа Для новорожденного А также О таких важных Моментах Которым наши предки Уделяли особое внимание Как положение В колыбель Разрезание Пул Бросание Шапки Под ножки Начинающим Уходить Срезание Первородных Волос Этот альбом Станет Замечательным Подарком Каждой Молодой Калмыцкой Семье По поводу Рождения Ребенка По вопросам Приобретения Обращайтесь По номеру Телефона Указанного На экране